Приветствую вас, Анна. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, вы описываете ситуацию, при которой вы не можете выразить свои эмоции, они копятся и потом происходит взрыв, за который вы себя после вините. Как вы понимаете, здесь есть, вообще-то говоря, две стороны, конфликтующие между собой. Первое, это я не должна выразить свои эмоции, второе, я свои эмоции выразить всё-таки должна. Вот, собственно, о... собственно, с тем, на каком основании вы свои эмоции подавляете, вот, и нужно работать. Причём, важно заметить, что, как бы, это, вероятно, обиды на родителей, это, вероятно, невыраженный агрессий, невыраженный гнев, который вы сами себе запрещаете. Чувство вины, кстати, это вот, как раз, следствие подавленного гнева. Поэтому здесь, в принципе, всё логично. Другой вопрос, другой вопрос, можете ли вы справиться сами? Честно говоря, не знаю, потому что я не очень-не очень понимаю, насколько у вас, ну, всё серьёзно. Да, вот, то есть, в принципе, чтобы я мог порекомендовать это, вот, высказывать обиду, гнев на родителей или на всех, на кого вы его чувствуете, то есть поработать с обидами, это первое. Второе, это, собственно, чувство вины, да, то есть, вот, на чём оно, чувство вины, основывается, на чём оно, чувство вины базируется, вот, с чём оно связано в данном случае, да, то есть, как оно образовывается, и, соответственно, это вот, как-то вот, на это нужно обратить внимание. Потому что, чтобы родители вам не говорили, как и чего, всё равно вы, в итоге, соглашались с тем, что они говорят. То есть, без вашего согласия, ну, как бы ничего не будет, да, это вот, как в поверье, что, по-моему, вампиры, или образ не может зайти в дом, пока его не пригласят. Вот, то есть, самое здесь, пока вы не согласились с чем-то, это не будет вашим. Вот, а вы соглашаетесь, соответственно, как бы, скажем так, волевой акт своего согласия вы не замечаете, а вот, впоследствии замечаете, и пытаетесь, эм, 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 другим волевым актом заменить, ээ, первый. Волевый акт, при этом не желая менять, эм, собственно, первый. Первое согласие. Вот. А это, так вот, так немножко не работает. Ну, самое здесь страшное, это, эм, вот то, что я сейчас думаю, это страх перед наказанием за то, что вы, эээ, признали себе, что не согласны, эээ, с родителями. Вот, если я не согласен делать, как мы говорили, родители, я буду наказан. Ну, по сути, это такая очень, очень, эээ, грубая, эээ, форма, эээ, человеческой целости, потому что, эээ, в основе-то, лежит, в общем-то, здравая позиция, что, эээ, что, свои эмоции нужно сдерживать, и, что, если эмоции выражать, ну, постоянно, то, и любые, то, ну, очевидно, что это, ну, можно назвать эмоционально распущенность, верно? То есть, вот, но, я, честно говоря, не знаю таких людей, эээ, которые страдали бы эмоциональной распущенностью, в том смысле, что, если мы подходим, эээ, к только такой грани, что есть норма, эээ, понятно, что капризные, избалованные люди, ээээ, как бы, как бы, эээ, по умолчанию считаются краски распущенными людьми эмоционально, но не все избалованные, капризные люди действительно эмоционально нравятся, распущенные. То есть эмоциональная распущенность, на самом деле, встречается гораздо реже, чем, чем, чем вы думаете, потому что, эээ, ее очень легко спутать с, ээ, просто эмоциональностью. И, ээ, отличием, эмоциональной эмоциональности от распущенной, ээ, от эмоциональной распущенности, в том, что, эээ, как бы, эмоции проявляются через силу, когда мы видим речь о распущенности. То есть это больше такая, эээ, ну, не патология, да, а девиация, отклонение, вот. А просто эмоциональность, это когда для человека, в принципе, естественно, эээ, объем эмоциональности, вот, зависит, ну, как бы напрямую от многих факторов, это темперамент, это чувствительность, там, и так далее. Дальше. Что именно вы чувствуете? Знаете, вот у вас есть, эээ, в некоторой степени, такой, эээ, на первый взгляд, эээ, почти неприметный, эээ, нюанс, что я свои эмоции сдерживаю, сдерживаю, и у меня окупится негатив. Но ведь нет прямой связи между сдерживанием эмоций и негативом, накоплением негатива. Прямой связи нет, потому что сдерживать можно и позитивные эмоции, в принципе. Значит, получается, что, эээ, именно негатив. И вот нужно увидеть именно ваши связи. То есть, если я сдерживаю себя, то я что-то о себе думаю. Да? И в итоге я о себе разрешаю. Вот. То есть, в глубине души у вас есть такая позиция, что я могу выразить эмоции, если меня доведут. Ну. Эээ, эээ, эээм, Коли вы обратились к нам, к нам на сайт, то я полагаю, что в глубине души вы с этой позицией не согласны. А раз так, то нужно её менять, раз так, нужно что-то в вашей позиции сделать, раз так, то пришло время её корректировать. Вот. Вот такой вот, эээ, эээ, такой вот ответ. Ещё. Эээ, эээ, что именно вы чувствуете? То есть, ну, вот, эээ, вперёд, ну, конкретно, что конкретно вы, эээ, чувствуете? То есть, ну, вот, отдаете ли вы, эээ, себе отсчёт, да, в том, что вы чувствуете? Ну, что вы ощущаете, например. Вот. То есть, это, эээ, такая, что же, достаточно, эээ, достаточно важная, ээээ, история, достаточно важная ситуация. Потому что, если, например, эээ, я, эээ, не знаю, ээээ, что я чувствую, что и выразить это не могу. Поэтому, ээээ, не всё так, ээээ, ну, не всё так, ээээ, однозначно, к эээээ, ну, к сожалению, да, не всё так очевидно здесь. Поэтому, ээээ, в какой-то степени вы, ээээ, могли эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ переживаниях, в какой степени вы могли, ну как-то, не подозреваться о том, что вы чувствуете. Окей. Нужно в этом разобраться конкретно. В том, что вы ощущаете, в том, что вы чувствуете, и в том, чего вам хочется. Вот. Ну, на мой, по крайней мере, взглядом, как это мне, как это мне, по крайней мере, видится. Вот. Ага, с точки зрения, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Это всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что у вас всё получится. Я бы, конечно, не рекомендовал бы заниматься этим в одиночку. Ну, то есть, я имею в виду, я не рекомендовал бы вам одной этим заниматься, я как бы рекомендовал бы, ну, вот, в большей степени делать это с психологом. Ну, вот, и работать с психологом. Ну, здесь уже много, достаточно много здесь уже зависит от вас. Поэтому я могу только представить вам выбора, а вы уже сами решите, как будете действовать. Вот. Работа с эмоциями. Эта работа интересна, да, работа достаточно увлекательная, если человек, конечно, хочет, ну, хочет заниматься изучением себя, и хочет реально меняться. Так что, лучше, лучше это делать под, значит, присмотром специалистов, как мне кажется. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Еще раз, удачи вам, всего самого доброго, и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...